лемурия и атлантида о том как изменить освободить быстрее самих себя и посыл света огня неимоверный который коснется головного спинного мозга легких бронхов диафрагмы и матричности души грудной клетки ускоренное освобождение очищение от всего низкочастотного сублимаций и сущностей развоплощенного нижнего астрала и животного магнетизма как это увидеть и как быстрее это освободить вернуть силовика самому себе и настоящая встреча своего высшего я проводник ольга видео содержит прямую передачу здесь присутствуют чаты в телеграм в которых проходят прямые эфиры для настоящих думающих силовиков решивших стать свободой изобилия когда выносим благодарность планете через передачу другим силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше в нас каждом кто это передает слушая это внутренним звуком души утверждайте благодарность тебе свободная терра единение освобождение ложности здесь нет здесь истина горит пылает планета силу и свободу обретает мир пробудись прах эго отряхни и мысли новый путь открой и чистый и прямой спасение жизни мира на этой планете зависит от множества божественных существ находящихся в человеческой форме мирное утро мирный день в этой местности можно сказать этот мир находится утром он всегда чаще находится в утренней рассветной глади и вообще в рассвете мир очень ощутимый и в каждом моменте вашей жизни нет ничего такого что вы можете повторить как тогда вы жили ведь вы особо никого не обидели каждый из вас может посмотреть на себя как вам покажется сразу вы проживали в том что скажут то и сделаю что скажет правительство то я и сделаю то я и буду делать и если правительство говорит что мне необходимо посещать поликлиники и что медицина говорит что в таком возрасте вы заболеваете и если вы подчинялись тому что нужно обязательно посещать батюшка который из вашего дитя свет заберет и с вас то вы служили тьме и если вы это не говорите себе вы это не можете исцелить вы шагаете шагаете идете в каком-то понимании новизну как-то начинаете уже понимать видеть ощущаете какие-то состояния на этих эфирах вам уже это понятно и вы ощущением идете что вы сильнее становитесь вам ясности больше приходит и вместе с тем если вы не убрали это не удалили эту мутную загрязненность амфорность вашей составляющей всей вы это умножайте и здесь слова честность она теряется его нельзя удержать в руках каждое слово можно увидеть цветом запахом вибрации его а это честность которая находится здесь у множества из вас она лицемерно она находится в таком понимании что я выполнял законопослушно и я буду здесь законопослушным это не есть мудрость это существование она ограничена на такой мелочности а жить это другое это совсем другое это сила это ясность это непоколебимость никогда не предать никогда не уйти от этого состояния если ты уже коснулся и если ты хоть какой-то частью не ощущаешь пока может быть где-то внутри в каких-то амфорностях окружности головы может быть еще есть какие-то преграды какие-то мешающие но в состоянии силы ты уже понимаешь что есть другая жизнь и она существует и у многих из вас могли быть и наверняка еще будут другие сны они уже не такие опасные не такие страшащие угрожающие они уже более понятными порой бывают под утро вы уже что-то можете понимать в своих снах если вы помните ту мотивацию что вы просыпаетесь и не открывая глаза задаете вопросы себе и вы программируете свой сон я встречу новый день эта программа была и эта программа не имеет границы засыпаясь вечера утвердить я встречу новый день я новизну я сильнее буду я мудрее буду я буду свободным эта программа перед сном и она никуда не уходит любую практику здесь озвученную чтобы не было и если один раз произнесено она остается с вами вы ею живете программируя сон вы исцеляетесь во сне и исцеление эти могут быть очень активными они в сотни раз превзойдут ваше понимание ту программность которая есть написанная в тех учениях где вас закабалили и также продолжили послушание там послушались государству а тут нигилизму смерти и аду еще больше практически огромная масса учений есть она не уменьшается парадокс такой мир меняемостью идет а это усиливается и этот парадокс только по той причине что вам не хочется ленностью своей ходить по этим своим закромам задавать себе вопросы чему я обучался во что я верил и так далее достаточно было просмотреть видеоролик какой-то где там четко объясняли что-то и вы при этом дышали ваши глазницы в чем-то соприкоснулись с увиденным вы сделали какую-то реакцию что это только то что мне надо было возможно мне так сделать потом вы может об этом видео забыли но это то что мне надо она осталась на вашем подсознании это 98 99 и 9 десятых процента для множества сутей находящихся в физической форме закон такое мощное могущественное ваше подсознание и если с ним не общаться или от эфира до эфира здесь то оно так и будет там скапливаться и материализовываться в вас жить в этом необходимо не существовать а жить и это жить оно должно стать таким безмерно сильным силовой аспект он первичен он останется всегда первичным ибо трехлепестковой пламя это та сила которая находится в вас то жизненная сила основа опора изначальный магнетизм этого космического созидания силы это трехлепестковой пламя когда о нем забыли тогда очень много посещаемости проживаемости в страхах вы их не преодолев остаетесь с ними и если я законопослушное существо то там всегда может быть магнетизм этого животного состояния ибо там где отторгнута сознание христа и где она завуалирована закрашена какими-то уловками какими-то другими мотивациями там не будет жизни христа там будет именно существование этой земли ненависти сама земля где бы вы ни были твердости планеты гораздо труднее освобождаться вода имеет такую возможность а сама земля нет земля она принимает большинством своим этот пацифизм человеческий и она его взращивает твердость недвижимость сама планета движима но вместе с тем эта твердость ее состояние она очень погрязла в этом человеческом смертном человеческая жизнь вообще бессмерти настоящая жизнь бессмерти тело оставалось а дух душа и аспекты тела телесные элементалы и многое-многое остается бессмертным увы этот перегруз нижнего астрала дали ему возможность главенствовать очень много было передано о том что нижний астрал почитание родственников почитание смерти это очень опасно на сейчас в этой жизни но вам это очень сложно отпустить почему почему эта сложность стала такой для вас почему мне это сложно задайте себе эти вопросы и только по той причине что есть сущности нижнего астрала или в аурическом теле или в окружности головы или еще в каких-то ваших составляющих и только по этой причине если вы добросовестно честно хотите себе свободу вам реально это делать и и реальность ваша она не так загублена совсем ибо каждый эфир здесь каждая передача состоит из множества множества великого множества ангельской архангельской системы цивилизации это их жить и жить это славить этот свет и когда они приходят вы видимы вам очень много раз об этом говорят вы видимы и они видят первично не эту линейность вашу которую вы разговариваете они видят более глубинные ваши ибо почему темная сторона больше видно только по той причине что ее больше в вашем организме в ваших амфорностях и когда они видят они видят зло и ненависть и они видят не нужно ничего то есть не нужно мне это отказ по-разному бывает но общностью своей бывает так и эти ваши составляющие которые так отказываются и кричат я не буду это слушать это страх бедности не потеряв страх бедности вы лишаетесь силы вообще жизни его нужно потерять и не тогда когда вы сразу наполните по достоинству своему этот достаток вам его сначала надо вытащить посмотреть на него как он выглядит и тогда вы наполните только так периодически молнии огня которые дают здесь вы их ощущаете вы ощущаете дискомфорт неимоверный после этих эфиров ведь расстояние никого нет рядом вы каждый сидите и какие между вами расстояние сотни тысяч километров откуда вещают это это говорит о том что молния огня космического проникает в вас и она конечно вызывает дискомфорт клеткам потому что клетки сжаты страх темные они омертвляются остается тот состав клетки лишь бы выжить и удерживать при этом страхи болезни программы социального государственного религиозного и так далее а когда эта стрела этого огня космического проходит в вас ваши клетки будут всегда ощущать эту боль будет разное состояние и это состояние вплоть до очень сильного головокружения солнечное единение когда очищается когда при напоре такой силы она идет на очищение очень ускорено если вы не успеете согласиться принять эту догму что как все она говорит ничего в ней нет такого и не будем мы ее особо слушать но уже раз пришел то послушаю это значит вы уже перекрыли свое восприятие вы это называете каналом это мерность ваша у каждой души у каждого дыхания у каждого составляющего есть своя мерность если какое-то учение было у вас или какое-то религиозное что так нужно молиться и все должны так молиться тогда вы попадаете на этот экзорцизм лжи и этого понимания приняв ложное учение с целой компанией и большим количеством подписчиков начинаете за ними повторять за большинством а если это так да у вас происходят изменения но какие ведь вы не задаете себе вопросы и поначалу они происходят вы еще больше где-то сжимаетесь вы где-то больше начинаете совокупляться и если это юность или вы находитесь в желании страсти найти противоположный пол и совокупляться это печально и это уродливее даже чем сами животные совокупляются ибо совокупляется тьма чтобы насытить себя очень у многих из вас это происходит управление через либидо и ложность она идет таковой и пока не ушли не убрали управление через либидо вы будете это притягивать вы будете во сне не ждать новый день не ждать освобождения своего не усилием ясности а поиском усиливать это и выходя с амфорности сна сути показывали как астральные тела эмоциональные тела выходят из тел вы уснули сон и вы далеко не путешествуете потому что вам нужна общность этого нигилизма это ваш рассудок и она все это связано и как летучие мыши очень явно видеть ей и показать ей среди ночи как вы выглядите вы полностью облипаете этот дом многоэтажный в котором вы живете и вы тут обмениваетесь еще больше пацифизмом нигилизмом паразитизмом паразитировать и это ваши тела и по пробуждаемости тела возвращаются и это неимоверная опасность и сейчас это все усиленно и здесь вы задеваете телесный элементал телесный элементал это матричность силовика неимоверного а когда это тело эмоциональное или астральное когда она возвращается это темное как бы где-то вырезает какой-то пласт у элементала сокращаем сейчас на самом деле это очень длительный рассказ мы только говорим темное а на самом деле это сущности вырезает пласт и начинает его заполнять элементалу очень больно эта боль отражается только в сердце и иногда под утро или можете проснуться ночью элементал ваш внутренний может вас разбудить чтобы вернуть от этой опасности механизм вашего проживания ваша механика ваше тело оно очень сложное и нельзя сказать что две руки две ноги голова туловище все что у меня есть нет и эти все убеждения социальные они влияют они как разрастаются в ваших под утро или ночных совокуплениях совокупление это значит вторгнуться кому-то первичное вызывает неистовое совокупление что вам ничего не хочется делать вам только одно кажется что это является спасением вашим моментов разных много может быть в вашей жизни но один из таких глобально вредоносных это ваш выход из тела почему так важно ваше подсознание очищать если бы ваше подсознание было настолько сильно очищена она бы ни за что не пошло путешествовать на эту прилипность тела на тело на эту совокупность вы не сможете принять эту истину и и и устать не освобождая свои телесные элементалы столько вы ему сложили туда багажа и он засветить засиять сможет только тогда когда вы этот багаж снимите а снимать вам некомфортно как вам кажется на самом деле любое состояние человеческий организм может выдержать именно как освобождение да есть какие-то заболевания есть какие-то рецидивы заболевания а как освобождение может выдержать любое страсть освобождение каждая клетка каждый атом ждет это его жизненная позиция и если у него где-то проникает этот свет она ему напоминает эта память вспыхивает и тогда это ядро атома она начинает по-другому крутиться она выходит на правильность оборачиваемости своей она имеет радость она имеет цвет и она сразу начинает включать его в окружности головы сознание первично вы разговариваете вам необходимо думать вам необходимо утверждать и она первично переходит на окружность головы чтобы сознание усилила этот круговорот атомного ядра вокруг самого ядра это первично вы из этого состоите вы живой организм и это понимание необходимо чтобы не попадать на ложность вам было великое множество раз сказано утверждайте как можно чаще и я приму только истинность жизни что сделает меня сильнее что сделает меня мудрее меня именно и у каждого свои могут быть какие-то слова добавочные и в этом понимании вы становитесь именно силовиком световой силы и только здесь в этих передачах будет так только это ничего другое не будет действовать вас нельзя поднять с тем багажом с тем зловонием с теми ошибками с той кармой и почему нельзя потому что если у вас остались такие наслоения то вы все равно их притягиваете а очень необходимо чтобы вы горизонтально от этого освободились и начали вдыхать вертикально только свет в этом большая задача и в этом великая мудрость и на это все поставлено все эфиры все видео и все 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 здесь только об этом и тогда этой своей силой света вы растворяете то что вами создано было в амфорности планеты амфорности коллективного сознания там есть также ваши составляющие и очень хочется вам всегда переходить на то чтобы кого-то обвинить не убрав это с себя что коллектив пробуждайся а я здесь подожду нет первично очень очень активно пробуждаемость должна начинаться с самого себя я хочу все убрать что я сотворил и это будет детально это не общностью я все убираю а это детально вы можете вспомнить когда вы очень много кому-то послушными были кому-то делали очень много разных таких овационных хвалебных от составляли уже может двадцать тридцать а то и пятьдесят лет прошло когда вы этого существа уже не видите но очень сильная большая за этот период времени энергия идет туда для того чтобы его сделать таким прославленным которым вы утвердили когда-то подсознание это взяло и вы до сих пор отдаете свою энергию а если это существо вообще покинула эту измеряемость этого мира то вы в загробный мир продолжайте отдавать свою световую энергию так это все происходит и поэтому или вы принимаете решение стать на путь света или вы проживаете ваш уровень развития будет останавливаться ибо каждый эфир здесь дает силу уровню вашего развития развитие идет не только на то что вы слышите то что вам озвучивают это многомерно и это захватывает все вас это беспощадный свет проникает везде и всюду у него нет какой-то жалости у него нет какого-то пацифизма этого человеческого линейного грязного такое проживание было у человека и продолжается ибо результат виден вы видите как стареют очень быстро как уродливыми становятся лица сколько количество заболеваний и сколько злобы творит тма сколько всего ядерного и лабораторий и всего-всего и ваши энергии уходят туда и это понимание здесь необходимо если вы начнете жить здесь и сейчас 24 часа в сутки чтобы вы не делали сознательно сознаваемостью проживать утверждать это то она будет быстрее раскрывать вас освобождать давать вам свободу дать свободу сможет вам то сила огня то сила мудрости которой обладает жизнь в окружности этой планеты и внутри и внутри ее внутри ее также существуют великие аватары цивилизации атлантиды или мурии которая превзошла все и модифицировала все свои тела и не только и те состояния которые в атлантиде или мурии тогда произошли сбой сдвиги она модифицировала она модифицировала это в сотни миллиарды раз множество из вас были атлантами или мурии множество из вас воплощались там и были соучастниками всего того и если вы сейчас хотите от этого убежать и просто быстро быстро принять награды только по той причине что вы хотите эволюционировать и может быть ваши желания периодически у вас бывает очень очень сильным то вам некуда это положить во мне где это удержать вы это принимаете увеличиваете ибо вы это любите вы полюбили эту тьму вы и поверили вы поверили что страх для вас это естественное состояние что он везде существует и что без него нельзя жить вы можете находиться конечно желательно чтобы не так долго в любых энергиях в любых окружениях и не принимать этот страх не принимать это как все первично что дает вам эту безграничную вторгаемость мы думать делать жить как все но помните первично вы индивидуальны это было и должно вас возрасти вы не все вы каждый энергососуд индивидуальны создавать как все могли эти пацифисты понтифики и еще другие и это и есть послушание их догмы удерживание их догмы что так надо поступить как решил тот или этот а вы индивидуальность вы другая суть она изначальная и она имеет этот свет огня есть свет и есть свет огня у вас на физическом свет это день электричество и огонь физический нет существует очень много ведь это же великий космос и свет огня это та изначальность из которой состоит очень очень множество у вас здоров свет огня он всегда пишется с большой буквы свет и огонь и если вы это принимаете чтобы он у вас проникся чтобы он у вас вырос и расцвел чтобы он зацвел у вас этот цвет огня вам необходимо обязательно признать то что я хочу служить миру я не просто утверждаю мир я служу миру 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 я создаю каждым своим вдохом каждым своим выдохом мир и только мир и мир он такой большой изначальный мир он не просто большой он многомерный мир мир я создаю его я живу им я утверждаю и когда чем чаще она будет у вас звучать тем быстрее она будет идти на восхождение в вашей спирали восхождение вертикальности и чтобы спираль вертикальности у вас заработала вам нужно отречься от всего нижнего астрала от всей лжи ложь это та непомерная человеческая правда которая завуалирована закрашена превосходством над кем-то вам это совершенно не надо вам нужна сила свободы сила огня и сейчас слушая это каждый из вас часть этого огня вдыхал все это время и если у кого было принятием что это так и есть и что это наверняка есть и у меня и если я это не вижу то я хочу это видеть и это понимать и создавать другое из меня то этот свет стал сильнее у вас а если у кого возникло такое понимание что они уже очень сильно нас утрируют сильно нас нагромождают и сильно такие извращения рассказывают нет это истина ибо надо увидеть правду истину сознать и только тогда реально ее освободиться и необходимо чтобы миаир победил чтобы корневая чакра приняла свою форму чтобы она приняла движение формы своей ей необходимо то правильное движение то есть атом должен закрутиться также у нее он должен быть свободным у него скорость другая световом теле скорость совсем другая это не значит что вы будете очень быстро бегать бесконечно и не сможете ходить двигаться как вам привычно нет вам будет очень легко двигаться вы не будете болеть вы не будете страдать вы будете жить физически вы останетесь также но легкость движения вашего будет и не будет притягивать эту темную массу к себе это необходимо в этот период ваша наука ставит самому житию человечества максимум еще 10 лет вдумайтесь в это и иногда эти цифры уменьшаются то ради чего вы хотите продолжать так проживать как проживали почему не живете в настоящем потому что тянете прошлое и боитесь будущего нужно это все взять и сбросить сейчас сказать нет ни того ни другого я буду посылать бесконечно свет в свое прошлое свои какие-то задачи не просто в прошлое я буду конкретизировать моменты не просто обобщать это нереально сделать вы в тот момент в тот день приняли какое-то соглашение и сейчас конкретика должна у вас быть тогда это у вас происходит освобождение отключение от всего того что было нагружено с вами тогда отключение это освобождение это легкость закон мироздания закон творца дать возможность исцелиться ибо пока вы это не ощутите таким силовым аспектом вы все равно верите что все таки как-то это произойдет все таки это пройдет само по себе а я просто буду только о себе думать и не буду делиться этим увы закон мироздания вы не можете удержать вы получаете непомерное количество света на этих эфирах но не передавая дальше эту истину не делясь об этом существующем канале свет побыл у вас какой-то период времени и он вас покидает это живая сила и вам об этом много-много раз говорили это та великая мудрость то силовая сила огня света которая идет сюда и которая хочет разбудить вас вас которые так упорно держат мешки тяжести кармы не только своей а других если вам стало может быть немного грустно и это состояние тишины вдумчивость тишины становится печальным и для вашего высшего аспекта ваше высшее я также находится в разных состояниях но какая-то часть вашего высшего аспекта молит вас пробудиться это беззвучные голоса но они вам слышны вашей внутренности и это не будет душа это высшие аспекты и это больше души также имеют сейчас если она есть если она открыта и не заблокирована полностью то душа может у многих из вас просто рыдать рыдать не так как рыдали вы лицемерно физически даже испытывая боль обычно вы рыдаете когда испытываете несогласованность с вами как кто-то из близких еще кто-то не дает вам согласия поступать так как вы требуете боль души другая вековую пыль она снести сюда пришла и в надежде вернуться в тот свет с которого она состоит это вы настоящее вы вглядываясь в морскую гладь дайте себе обещание сделайте такой звук ху ху выдохом громким выкриком все то что я так удерживал все что я лицемерно любил и бравировал и бежал от чего выдыхаю ху 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 когда происходит вдох вы как бы не ощущаете вы сосредоточены на этой мысли и может голова кружится может быть присесть может стоять как у кого что получается ху 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 двигается вся грудная клетка ноги должны быть на месте всегда на ширину плеч а движение идет верхняя часть рационального разума желудок живот ваш верхняя часть вся грудная клетка и плечи и вся спина и может болеть поясница ощутимостью быть копчик первая чакра основания она не чакра а окружность чакры крестец ибо чтобы открыть чакру нужно окружность сначала очистить и это непомерная силовая вместе с тем истинная правда которая дана чтобы не пропустить в ваши чертоги в ваш позвоночник сущностей нижнего астрала и поэтому все время идет рассказом и передачей в окружности крестца окружности корневой чакры это копчик физическое физиологическое ибо вы настолько привыкли проживать и верить что вы физическое существо и только поэтому физически вы загромоздили помните физически загромоздили вашу эту основу крестца в окружности вашей корневой чакры здесь будут помогать и прыжки на месте и приседания приседания руки локти сложив и прижав к своей диафрагме и очень резко сильно сильно кулаки и простукивать диаметрально грудную клетку верхнюю часть грудной вашей клетки и медленно приседая резко вставать и утверждать ху 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 поначалу он будет грустный он может даже головокружением быть подташнивать и все что угодно а вы продолжаете и если это станет вашим вечерним ритуалом перед сном тогда вы будете вспоминать четко свое понимание что вы путешествуете только тогда когда вы понимаете что вы будете в безопасности во сне и ваш удел выйти из состояния сатанизма сатанизм он существует все что вы слышали это его епархия совокупление путешествие в ночных разложениях он разлагает тело когда тело начинает выравниваться клетка начинает выравниваться она физически отдает в резкую боль ведь энергия она по-другому исцеляется она не видна не слышно но вы четко понимаете что что то происходит внутри и вам хочется чтобы это усилилось и ускорилась а часто на физическом вы останавливаетесь вы можете подумать что это сейчас у меня пройдет и я дальше буду жить как жил ни в коем случае не произносите эти слова я каждый раз буду еще и еще больше и больше делать эти упражнения выполнять эти практики слушать эфиры этого канала и конечно же начать все меньше и меньше но по возможности проглядывать компьютер гаджеты по-другому это не произойдет ваш выбор был сделан задолго до того когда вы родились почему ваш потому что вы являетесь именно той составляющей вашей души и пока вы разыгрываете трагедию она увеличивается как только вы начнете верить утверждать что вы силовик что сила ваша в вас и она зависит только от каждого вашего слова и мысли вы начинаете выстраивать амфорность вокруг аурического тела вокруг вашего головного спинного мозга непроницаемости это не просто проговоренные слова непроницаемость и если не получается произносить это то где я кого хвалил где я кому подчинялся где я рыдал об усопших где я смотрел множество фильмов или детских мультиков и где я принял себя как будто я мультяшка не силовик а мультяшка какая-то и помните когда много дети смотрят этих мультиков они искажают свою энергию это не просто посмотрели мультики иродливые тогда загибаются закрываются какие-то сосуды какие-то меридианы и это все будет на позвоночнике середина и верхняя часть если вы слушая все это приняли решение быть силовиком и нести эту мудрость нести этот свет неимоверные возможности открываются перед вами здесь и сейчас и все что вам нужно это произнести и если произносимость будет многочислено настолько вы почувствуете расширенность легких такой необычный был сейчас эфир и по-другому нельзя было бы задеть эти заскорузлы и наслоения которые есть на ваших энергиях их только таким образом напрямую многим из вас придется вести и передавать но для начала чтобы вы это понимали вам нужна свобода чтобы вы не увеличивали тьму и наполовину не сидели там и там вам четко нужно выбрать что вы хотите и остаться тем же существом существовать или стать силовиком света силовиком проводником света не нужно уподобляться никакому проводнику это бессмысленно вы хотите стать силовиком проводником света и у каждого будет свой путь ибо вы многомерное существо если вы выбираете быть собой проводником света и быть собой здесь и сейчас тогда ваш высший аспект тогда ваша душа включается. Вы ей свободу даете. Есть только та настоящесть, что есть внутри вас. Есть та интуиция. Интуиция, у всех она проявлялась в детстве, очень часто, и в жизни, когда у вас были очень-очень критические моменты. И она разливом какой-то ширины объема идет внутри, а она не голосовая. Но если вторгшаяся сущность выдавала себя в вас за интуицию, и вы ее столько растили, принимали за свою настоящесть, или голосом слышали, что я твой бог, я твоя интуиция, я твое высшее я, таких уловок у сатанистов немерено. Если вы вернете себя, вспомните, что это голос без голоса в вас. Вслушайтесь внутрь себя, сейчас. Может показаться, что дыхание остановилось. Ибо пранаяма называют здесь много разного. Это очень-очень утрированное, очень исковерканное. Много шаманистских ложных учений на основе интеграции в эту страну других стран. Это очень хитро смонтированная ложь. И слово прана в какой-то части вас также проникло, слушая это сейчас. Все зависело от каждого вашего намерения, от каждого вашего желания служить свету. Она такова истинность вас, сколько бы вы ни утверждали, и вы видны. И поэтому первая прана, которую вы вдохнули, которая прошла вас, она каким-то образом коснулась ваших легких. Вам нужно понять, что настойчивость вашего желания служения Мииру, свету, только это поможет вам ускоренно снять с себя обузу тьмы. По-другому не будет. Закон мира, он непорушим. Но испытать и дать вам вспомогательное, помогающее такое силовое состояние, мы это сделали. С вами была Лемурия и Атлантида. Цивилизация, которая находится на вашей планете и которая безмерно любит дельфинов и китов. Не только их, но их очень любит. И пусть эта наша любовь останется в вас, может быть в окружности головы, может быть в сердечной чакре. И чтобы вы, великое множество, пригласили сюда тех силовиков, которые где-то блуждают, а может быть еще служат тьме. Мы любим то, что мы творим. Канал дельфины и киты – особый канал. Канал чистоты силы. Попробуйте поверить и перепроверить, и тогда ощутите в это себе. Мы были в силовом аспекте. Наша сила непомерна. Выбор за вами. Потеряйте страх, потеряйте всю эту нечисть. Вымойте в этой водной стихии и поблагодарите и полюбить ее. Не пафосно, а истина. Мииир тебе, Акения. Мииир тебе, та страна, где идут взрывы. Чем больше вы поднимете в себе света, тем быстрее будет решающий финал всего этого уничтожения. Помните об этом. Уникальный практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творениям Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Курс «Дельфины» — это радость неземная. Прямые передачи — Влады Комеров, Элохим, Архангелы, Ангелы, световые цивилизации — Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и дельфины и киты. Настоящая активация Божественности, изобилие, въединение, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе Божественности. Усилить безусловную Любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с Божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь, нет возможности откладывать, воссоздать силу Божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, Божественности в себе. Уникальный, практический курс дельфины. Ссылки телеграмм в описании. Продолжение следует...